С 30 до 50% будет увеличена авансовая часть займов, которые регионам предоставляет фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В увеличенном объеме средства будут предоставляться до конца текущего года. Они пойдут на обновление очистных сооружений, систем тепло- и водоснабжения. Кроме того, для регионов, которые из-за подорожания струйматериалов могут не успеть завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию, отменят штрафы. Меры поддержки оказываются и для населения о субсидиях тюменцам на оплату коммунальных услуг. Будем говорить дальше. Вы смотрите «Вечерний хэштег», и мы продолжаем выпуск. Итак, Вячеслав Михайлович, вернемся к росту тарифов с 1 июля. 14,9% в Тюмени. Но сейчас у людей и так сложилась не совсем простая экономическая ситуация. Какие-то субсидии предусмотрены? Если предусмотрены, для каких категорий граждан? Более подробно. Вот, чтобы ответить на этот вопрос, я должен раскрыть вообще систему, которая существовала до 1 апреля, которая существует сейчас с 1 апреля, и рассказать, что будет с 1 июля, когда, собственно, грядет это повышение. Чтобы у всех сложились все пазлы и все понимание. Значит, существует такая формула, что если плата за жилищно-коммунальные услуги больше, чем 22% от совокупного дохода семи леденокопроживающего гражданина, но плата, приходящаяся на социальную норму площади жилья, то на все превышение должна выплачиваться субсидия. Вот формула вроде бы понятная. Но субсидия эта начисляется, исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. И федеральное законодательство позволяет устанавливать эти региональные стандарты не по каждому конкретному тарифу, а усредняя их по муниципальному образованию, по каждому. И фактически по большей группе, раз это усреднение, так сказать, то есть это оказывается тариф где-то, ну так сказать, на нижнем уровне. Ниже него тоже могут какие-то тарифы оказаться, но большое количество тарифов выше. Ведь в муниципалитете разные ресурсоснабжающие организации оказывают услуги. Разные, котельные, не всегда единая теплоснабжающая и так далее. И у всех разные тарифы. И вот в этой ситуации, когда так работают региональные стандарты, то возникает ситуация, что раз этими стандартами отсекается вот эта субсидия, то получается у человека платежка-то больше, чем, так сказать, этот региональный стандарт. А право он на субсидии не получает. Иными словами, доля его собственных расходов на жилищно-коммунальные услуги оказывается не 22%, а где-то 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. И человек получает какую-то небольшую субсидию, да? А на самом деле вот формула-то не работает из-за того, что так сложены региональные стандарты. Хотя это и соответствует законодательству. И я вот напомню, вы помните, гражданин там из Увальского района обратился аж к президенту и говорит, мне платежка-то там большая, ну допустим, 40 тысяч рублей, да, а как мне жить? Ну, а там реально стоимость, так сказать, ресурсов высокая, да, а как ему жить? Я задался вопросом, а как же ему жить? Он же должен получить субсидию, почему он не получает субсидию? Он что, у него очень большой доход? А нет, они там живут в пределах социальной нормы. Мы выяснили, он получает субсидию там небольшую, чуть больше тысячи рублей. А почему он получает субсидию там тысячу рублей, а не 30, как должен бы по этой формуле, которая вот политически называется? И тут мы уперлись, что региональные стандарты у нас десятки лет существуют, немножко индексируются на эту основную группу, но не отвечают запросам сегодняшнего дня. И когда мы это доложили губернатору, да, склонив головы, что у нас такая ситуация, он сказал, вас всех надо уволить, вообще разогнать. Ну, вообще странно, что это гражданское общество сигнал не подал. Мы все со всех трибун говорим, если больше 22, получи субсидию, люди ее не получают, платят, так сказать, нуждающие 80%, 70%, 60%, да, и так далее, и молчат. И все как бы не разумеют. Дитя не плачет, мать не разумеет. То есть благодаря жителям УАТа, собственно... И вот, и получается, и губернатор сказал жестко, немедленно включиться, пересмотреть и сделать региональные стандарты адекватными каждому платежу. То есть в каждом доме, да, по какой цене продается вода, тепло, электричество, все, эту цену вбить в региональный стандарт. Именно этот тариф. И какой размер оплаты, если это многоквартирный дом установлен на органы местного самоуправления. Добавить капремонт. Вот какой региональный стандарт стоимости. И мы с 1 апреля, правительство приняло это решение, поручение губернатора исполнили, внедрили такую систему стандартов. И теперь совершенно четко с 1 апреля, вот сейчас она действует. Если твой гражданин платеж на социальную норму площади 18 метров на одного, да, больше чем 22% от совокупного твоего дохода, то иди за субсидией, подай заявку в органы социальной защиты, хоть через портал госуслуг, хоть через сайт, хоть лично приди с заявлением, покажи свой доход, покажи свою собственность. Показать свой доход имеется в виду справка НДФЛ, да? Ну, конечно, что доход-то с доходом же надо сравнить. Если с доходом сравним, покажи доход. И получи субсидию. Я согласен, что разъяснительная работа недостаточна, и многие еще, может, не поняли этого. И думая, что, а, пойду за субсидией, справки сдам, получу какие-то 30 рублей, а вовсе не все, что выше 22, ни тысячу, ни две, ни десять, да? Что за ней идти? А на самом деле уже работает вот как часы. Любой может себя проверить, сосчитать свою квитанцию, пойти, и бюджет это даст. Вот те деньги, которые мы тут забрали, грубо говоря, да, мы вот сюда направили. А с 1 июля, вот когда это повышение будет, да, принято решение. Мы снижаем долю собственных расходов граждан за женщинно-коммунальные платежи с 22% до 20%. То есть теперь эта формула работает. Если твоя платежка больше, значит, цена ее, 20% твоего дохода, то на все превышение тебе дадут субсидию. Поэтому для тех граждан, у которых доход небольшой, он не вырос, ничего не изменилось, берем от этого дохода 20% и говорим, что только столько на эту площадь, 18 метров, да, на каждого члена семьи надо добавить. Значит, ты будешь платить сам, а все остальное получишь субсидию. И поэтому вот это все повышение, которое мы говорим, 14,9, да, оно гражданину-то не на него ложится на бюджет, но только для того, у которого доход невысокий, у которого платежка, да, не вписывается в эти 20%, а у кого она вписывается, он сам это и заплатит. Ну, то, о чем мы говорили и вы говорили аплодисменты, что это справедливо. Вот такая вещь. У нас подготовлены наглядные слайды, давайте мы прям по ним разберем, попросим вывести первый слайд, и Вячеслав Михайлович все прокомментирует. Вот как раз, смотрите, типовой пример. Семья из трех человек, ну, допустим, родители и ребенок, квартира 54 метра, то есть 18 на 1, как раз социальный стандарт. Значит, в Тюмени, где мы говорим о повышении на 14,9. Совокупный доход этой семьи указан 50 тысяч рублей в месяц. Вот они, отопление у них от котельной. Ну, соответственно, есть свой тариф. Вот, теперь, смотрите, берем, значит, получается, до 1 апреля 22%, значит, да, от 50 тысяч, это 11 тысяч рублей. Да ведь? То есть, казалось бы, они должны заплатить, ну, вот 11 тысяч, это доля, да, а все, что сверху, получить субсидию. Так? То есть, всего 612 рублей, 70 копеек. А если просто вот так, политически, как я говорю, работало. Но это работает не так, а учитывается региональный стандарт. А региональный стандарт у них учтен по тарифам ниже, чем у них от этой котельной. И региональный стандарт, говорит, отсечка у них на 8 тысяч 60 рублей. Вот, таким образом, фактически, платеж семьи получился 11 тысяч 612 рублей. Вот, вот и логика. Они должны заплатить не больше 11, как мы видим, да? Да, да, да. А они заплатили 11 612, никакую субсидию они не получили. А теперь вот желтенькая, как с 1 апреля стало, да, и будет до 1 июля. Значит, максимальный платеж по региональному стандарту стал адекватный. 11 600, значит, тут написано что, 21 рубль, 12 рублей, 70 копеек должно быть. Он же адекватный стал. Фактически, платеж, значит, семьи остался тем же самым. Доход-то не вырос же, 50 тысяч осталось. Значит, 22, это 11 тысяч. Значит, субсидия на всю разницу. Вот, значит, между платежом 612 рублей, значит, они получат субсидию. А теперь смотрим эту ситуацию с 1 июля. То есть та же семья, та же? Значит, доля собственных будет уже не 22, а 20. 20% от 50 тысяч, это 10 тысяч рублей. Значит, эта семья больше 10 тысяч не должна платить. Тогда, получается, регстандарт у них учтен уже 1 659 с учетом этого тарифа повышенного, да? И, соответственно, фактически платеж у них и останется 10 тысяч, станет, точнее, не останется, а станет 10 тысяч. А субсидия будет 1659 рублей. Вот вам и разница. Тарифы-то увеличили, вы говорите, что на 15%, да? А человек-то заплатит меньше, заплатит не 11 600, как платил, а заплатит 10 тысяч. А остальное субсидия. Вот куда пошли эти денежки? На субсидию. Потому что эта семья нуждается. А берется в расчет именно совокупный доход семьи, или можно каждого члена по отдельности взять? Нет, берется каждый член семьи, умножается на 18 метров, это будет площадь, которая льготируется, и совокупный доход семьи. Все складывается, и вот так работает эта формула. Но региональные стандарты сейчас не вредят вот этой формуле. Они стали адекватными, они ничего не усредняют, они никого не ставят в неравное положение. Так сейчас все становится гармонично. Ни один человек, ни одна семья, если живут в пределах социальной нормы площади жилья, не заплатят после 1 июля больше 20% своего дохода за жилищно-коммунальные услуги. Включая плату за капитальный ремонт, включая плату за коммунальные услуги, включая плату за жилищные услуги. Полностью вот эта вся квитанция за жилищно-коммунальные услуги, значит, не больше будет 20% их дохода. Вот в чем смысл. И это большой прогресс. И вы найдите мне еще пример, мы не смогли. В каком другом субъекте Российской Федерации так работает эта формула? Региональные стандарты не усредненные, а адекватные каждому платежу человека. Это мы на самом деле на сегодняшний день, благодаря поручению губернатора вот этому подходу, просто на самом деле самый прогрессивный регион. А выглядит это все, и вот критикуют нас, да, как самый... Не разобраться, не зная ситуацию, действительно. Ну да, как регион, который неадекватно относится к своим жителям. Кстати, вот о введенной субсидии высказался и губернатор Тюменской области Александр Мор на прямой линии. Давайте послушаем. Это означает, что если совокупная сумма платежа за все жилищно-коммунальные услуги превышает 20% от дохода семьи, либо одиноко проживающего человека, то все превышение компенсируется, субсидируется за счет средств областного бюджета. И такая мера обеспечивает ценовую доступность жилищно-коммунальных услуг для всех граждан. Я считаю это решение очень важным. Никто из нуждающихся не останется без нашей помощи. Мы сейчас в последнее время всегда говорим о том, что цены на все растут, все подорожало. Да, конечно же, это отразилось и на сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ольга Александровна, расскажите, вот сейчас цены действительно выросли практически на все, а насколько дороже стала обходиться по себестоимости ремонтной работы? Мы стараемся держать стоимость ремонтных работ на уровне инфляции прошлого года. То есть проводим регулярно торговые процедуры, имеем эффекты на торгах, пытаемся закупать сейчас, ищем поставщиков отечественного оборудования, тем самым стабилизируем цены на всю ремонтную программу. Безусловно, это не просто, но пока нам это удается, и все ремонтные работы идут строго по графику и строго в запланированных объемах. То есть пока подорожание всех стройматериалов на вашей работе они никак не сказаны? Нет, безусловно, они имеют место быть, но мы ищем наиболее оптимальные, наиболее эффективные пути решения, ищем варианты, как с большей отдачей использовать средства наших жителей, которые идут на ремонтные работы. Вера Николаевна, а какие средства потребуются на замену котельных, и насколько вообще дорого стоит все необходимое оборудование сейчас? На замену котельных, конечно, нужны очень серьезные средства. Это источники теплоснабжения. Понятно, что им уделяется особое внимание. В инвестиционной программе на ближайшие несколько лет запланирована реконструкция сразу 28 котельных. На эти средства потребуется 2,5 миллиарда рублей. Но, тем не менее, то, что нужно сделать с этими котельными, а именно провести реконструкцию, установить новое современное оборудование, автоматизацию, диспетчеризацию, позволить наиболее эффективно и качественно оказывать услугу теплоснабжения от источников теплоснабжения. То есть нужно вложиться для того, чтобы потом всем было хорошо? Да, конечно. А какие объемы работы по сетям водоснабжения и водоотведения запланированы на этот сезон? Я типа могу рассказать. Наверное, там не вопрос. Давайте я противно тогда расскажу. На 2022 год у нас довольно-таки обширная программа, которая включает в себя реконструкцию, модернизацию линейных объектов, источников теплоснабжения. В рамках этой программы будет реализовано более 100 объектов, отреконструировано и проведен капитальный ремонт. Будет заменено 14,5 километров тепловых сетей. На сегодняшний день общий объем средств, которые запланированы, это 2,5 миллиарда рублей. Из них 900 миллионов – это инвестиционная программа, миллиард 200 – это объекты капитального ремонта. Как я уже сказала, в рамках этой программы будет заменено 14,5 километров тепловых сетей. И будет реконструирован очень серьезный источник тепловой энергии на 24,8 мегаватта. Это котельная в районе миллиараторов. Работы идут полным ходом на всех объектах. Все соответствует графику. Работают подрядные организации в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к объектам теплоснабжения. Да, есть вопросы, как вы уже заметили, о том, что есть повышение цен на материально-технические ресурсы. И оно значительное. Но, тем не менее, мы не выходим, и все, что было запланировано, будут реализованы в те сроки, которые запланированы, и того качества, которое требуется. То есть, несмотря на то, что объемы действительно большие, запланированность, все будет выполнено. А вот у вас как обстоят дела, у вас какие объемы? Тоже много работы? Да, безусловно. У нас большой объем работы в рамках производственной программы. Графики работ определены с начала года, согласованы с концидентом. Мы ремонтируем сети водоснабжения, сети водоотведения. Ремонтируем повысительные насосные станции, станции водоотведения. Это в рамках ремонтной программы. А также осуществляем большой полумероприятий в рамках инвестиционной программы. Общий объем мероприятий на этот год составляет порядка 2 миллиардов рублей. И это масштабные реконструкции наших сооружений водоподготовки и водоотведения, а также работы на сетях и сооружениях водоотведения. Мы реконструируем крупные насосные станции. Этих работ город ждал давно. Все наши площадки построены еще в прошлом веке. Это и Метелевский водозабор, и Вележанская водоочистная станция. То есть это 80-е годы прошлого века. Соответственно, все оборудование на них морально устарело. Безусловно, требует замены, модернизации для того, чтобы наш потребитель имел качественную, доступную услугу. Также сети водоотведения требуют существенных замен, обновления, реновации. Более того, наши очистные сооружения водоотведения, наш ГОСК, требуют еще и увеличения мощности пропускной способности, так как город растет. Мы уже приблизились к миллиону жителей. Поэтому требования нашего города, безусловно, мы отвечаем этим требованиям. И технические, и технологические. Ведем полномасштабные работы. Я могу о них более подробно рассказать. Мы об этом еще поговорим. Сейчас, Вячеслав Михайлович, все-таки получается, рост цен на рынке никак не отражается на сегодняшней ситуации. Если говорить про оборудование, импортное оборудование у нас вообще имеется на объектах, что с ними-то будет, как их обслуживать? Вы знаете, поначалу скачок цен произошел существенный, потом все, так сказать, снизилось. С точки зрения каких-то кризисных процессов, они у нас не наступили. У нас платежная дисциплина очень высокая. Мы предпринимали некоторые антикризисные меры, но они более такого страховочного, что ли, характера были. Вот мы эти субсидии межтарифной разницы авансировали, допустим, не по факту выплачивали, чтобы в ресурс-снабжающих организациях появился источник для выполнения инвестпрограмм, чтобы не возник кассовый разрыв из-за того, что поначалу, когда, так сказать, цены начали быстро лететь вверх, то, соответственно, многие начали отказываться от исполнения контрактов подрядчики. Мы не будем, мы не будем. Кто-то что-то просто даже не продавал, не поставлял, не понимая, сколько это будет стоить завтра, послезавтра, пусть лучше полежит на складе. Сегодня ничего. Вдруг это взлетит там в десятки раз. И вот в этом ажиотаже мы просто залили этими субсидиями возможность продолжать работать, и это было правильным. А сейчас мы уже даже отказываемся от этого механизма и возвращаемся уже по факту оказанных услуг возвращать субсидии, потому что платежная дисциплина нормальная. Что касается, так сказать, импортозамещения, да, есть такая задача и проблема. Мы в сфере ЖКХ более 800 наименований различных, так сказать, товаров выявили, которых мы нуждаемся, понимаем в каких объемах и в долгосрочную перспективу, но и которых сегодня нет. Есть проблемы, там, вот, допустим, мы ремонтируем дома многоквартирные, да, штукатурка, вроде бы все у нас производится, а все компоненты, присадки, да, импортные, значит, надо их научиться производить. Трубы, металл наш, а все полимеры импортные, ну, соответственно, у нас ЕБУРС, выпускающий полимеры, переорганизации производства, надо здесь их выпускать, не оттуда, что называется, привозить. И так дальше. Насосное оборудование. Вот Ольга Исана не сказала. Насосное оборудование практически все импортное. Ну, что ли мы не можем делать насосы? Можем. Значит, соответственно, нужен заказ, нужны производства. Кстати, у российского правительства глобальный план, связанный с созданием производств под конкретные уже заказы. То есть мы должны туда инкорпорироваться и говорить, мы будем потреблять ежегодно столько-то насосов, нам нужно столько-то присадок, нам нужно столько-то полимеров, нам нужно столько-то всего остального, да? Вот. И, соответственно, они будут инвестировать средства в создание этих производств уже с учетом того, что сбыт есть. То есть это не что-то такое рисковое, а это гарантирование. Вот сегодня, вот, например, возьмем Заводоуковск. Там котельная, насколько я знаю, оборудование импортное. Вот как складывается там ситуация? Местные-то как-то могут содержать, обслуживать эту котельную? Ну, вы знаете, у Заводоуковска, если у них есть проблема, они обратятся в департамент ЖКХ, и то есть мы будем ее решать. То есть это нормальная вещь, когда орган местного управления, решая, собственно, свою задачу ресурсоснабжения, понимая, что где-то у него есть затыки, он на муниципальном уровне и не может решить, выходит на региональный уровень. Мы не делим, что вот это государственная задача, это муниципальная и так далее. То есть мы все вместе ее решаем и также взаимодействуем и с федеральным уровнем власти. Поэтому мы решаем проблему по мере возникновения, как только импортное оборудование будет выходить. Вы не забывайте, что ведь импортозамещение требует времени, переналадки производства и всего остального. Но, значит, соответственно, будем покупать по-прежнему импортное, только не напрямую. То есть существует такая технология параллельный импорт. То есть мы работаем с этим, мы контактим с дружественными странами, через которые мы можем это свободно осуществлять. Да, это некоторая заминка в логистике, еще в чем-то, но это временное явление. То есть вот таких коренных проблем, что мы говорим, у нас есть риски прекращения ресурсообеспечения, их нет. То есть мы можем быть спокойны. Но мы должны последовательно понимать, что системы требуют модернизации, обновления, что амортизация, которая сейчас учитывается у всех частных ресурсоснабжающих организаций, она обязательно учитывается, она идет на восстановление этих объектов, что все, что мы вновь создаем, инвестируя средства, в дальнейшем воспроизводится и поддерживается в исправном состоянии. Поэтому, ну, если говорить о коммунальной инфраструктуре Тюменской области, то есть она выглядит очень достойно, и на самом деле мы этому уделяем пристальное внимание. А все вопросы, они по мере поступления решаются. Ну да. Еще, может быть, прошу прощения, конечно, может быть, ломаю ваш формат. Я бы хотел сказать еще одно. Вот хэштег субсидия у нас же все-таки, да? Вот мы сейчас поговорили, как это работает, и я все равно понимаю, что многие люди, даже послушав, недопоняли еще что-то. Потом многие вот это считай, 18 метров, свой доход умножай, все. Ну, у нас как-то у жителей могут обратиться в департамент? Губернатор поставил задачу двигаться дальше, чтобы мы могли каким-то образом в платежке ставить маячок, что вам, вы можете получить субсидию, идите за ней. Это была замечательная идея. Единственное, даже мы информационный продукт уже специально разрабатываем, чтобы это считать с учетом региональных стандартов. Пока есть одно но. Ведь, чтобы сосчитать, человек может получить субсидию, нет и сколько, нужно обладать данными его доходов. Мы не можем их взять где-то и ими оперировать. Это его индивидуальные данные. И в этом смысл такой, что если человек обращается в субсидию, он раскрывает данные о своем доходе и прикрывает справку. Поэтому я сейчас ставлю задачу создать такой калькулятор цены, его на умном помощнике, допустим, приложении, которым все могут пользоваться, вывесить, чтобы человек сам туда вбил данные. Вот твоя площадь, вот твое количество людей, вот твой доход. Ты его сам захотел и раскрыл, и калькулятор тебе сосчитал. Тебе полагается субсидия, иди туда за ней. И дальше он определит, скажет, о, это 30 рублей, не буду справки собирать, и за 30 рублей. Или скажет, о, это 11 тысяч, я за ними пошел. Это мне важно. Очень надеемся, что зрители, которые сейчас нас смотрят, уже полезли, уже считают. Напомню, что зрители могут принять участие в беседе, задать свои вопросы гостям в студии, телефон прямого эфира 680-2-147, и оставляйте комментарии под трансляцией программы в соцсетях. Сейчас ненадолго прервемся, и вот о чем пойдет речь после. Что бы ни случился, коммунальный катаклизм в Тюменской области проводится модернизация ЖКХ. Какой объем работ запланирован, и как работают инвестиционные программы, спросим у экспертов. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok